Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, Владимир Александрович. Сегодня мы хотим взять у вас очередное интервью для канала Рабочего ТВ и Фонда Рабочей Академии. И от зрителей поступил такой, как мне кажется, важный и интересный вопрос. Мы знаем, что в 1917 году победила социалистическая революция, был построен СССР. Вопреки противодействию внешних сил, интервенции, затем Великая Отечественная война, все это наш народ и союзное государство во главе с партией преодолели, одержали победу. Всем известны величайшие достижения в науке и технике, в культуре, достигнутые в СССР. И в 90-х годах мы получаем развал страны, развал экономики. Вы уверены, что развал? Или уничтожение страны? Или уничтожение страны, да. У меня вот эта терминология насчет развала, вот она так распространилась, я все время это слышу, она меня очень коробит. Так получилось, что такое-то, видимо, только что вы сказали, какой был социализм, прочный, Советский Союз прочный, разбили. Что это только он стал разваливаться? Что это за строй такой, который сам разваливается? Знаете, как есть вот такие упаковки, которые сами потом растворяются, если там у них была какая-то жидкость, она сама разливается. То есть, как-то это неуважительно, и тогда, в общем-то, не стоит и создавать этот такой строй, который сам вот разваливается. Что это за такое, говорят, великий, могучий, советский Союз. Какой же он могучий, если он сам разваливается? Поэтому мне даже не нравится ваш вопрос, вы извините. Но все-таки, я думаю, если вы скажете, что уничтожен Советский Союз, это факт, он превращен в ничто. Уничтожен, его нету, он разрушен. Если разрушен, или уничтожали его, если он разрушается, были разрушители. А если он разваливается, разрушителей не было. Вот сидел там Михаил Сергеевич, смотрел, как он разваливается. Сидел Ельцин, так сказать, выступал с танка, а Советский Союз разваливался. Или они разрушали его вселенаправленно. И извне, и изнутри. Было такое дело? Это там, в общем-то, и вопрос. Так тогда, может быть, вопрос в том, как происходило уничтожение Советского Союза и уничтожение социализма, и как произошла контрреволюция. Это же контрреволюция. Если контрреволюция, то есть движущие силы, как есть движущие силы революции, значит, есть движущие силы контрреволюции. Значит, что-то к этому побуждало, значит, была какая-то тенденция, которая проявила себя. Но часто отвечают на этот вопрос так, что Горбачев предатель развалил СССР. Да то, что он предатель, не вызывает сомнений. Так он развалил или уничтожал? И все-таки как-то вот развалил, что толкнул, она распала. Как-то вот он такой легко взял и развалил. А потом мог бы развалить Горбачев, если, так сказать, целые десятилетия шли к этому самому уничтожению Советского Союза. Можно считать, вот некоторые думают, что контрреволюция у нас произошла когда? В 91-м. А почему это она вдруг в 91-м? С чего вы это? Я вот так, так сказать, не представляю, не понимаю. Я думаю, это неправильно. Вот я бы начал с того, чтобы сначала нам некоторые понятия уточнить. Во-первых, у нас была революция, да? Есть два понимания революции, или два понятия революции. Политическая революция – это одномоментный такой акт, правильно? Вот политическая революция у нас была в России в 17-м году в октябре. А революция в смысле смены формации, перехода к другой общественно-экономической формации заняла период сколько лет? 18. Ну, до середины 30-х годов. 17 плюс 18, ну, до 36-го года, скажем, грубо говоря. В таких делах там год туда, год сюда ничего не означает, но это 18 лет. То есть переход от одной капиталистической общественно-экономической формации к другой – коммунистической общественно-экономической формации, от капиталистической. Так? Значит, контрреволюция, надо, видимо, ответить на вопрос, когда произошла политическая контрреволюция. То есть это тоже одномоментный акт. Раз – и власть стала не диктатурой пролетариата. Что-то в 91-м году появилось. А что, до 91-го была диктатура пролетариата? Вы жили при диктатуре пролетариата до 91-го года, Владимир Александрович? Вы как, можете такое утверждать? Нет, я такое не могу утверждать. Может быть, нам так казалось. И вот то, о чем я сейчас говорю, это тоже результат некоторого обдумывания того, что произошло. Потому что мне тоже так казалось. Вот, сейчас происходит контрреволюция. Только если мы поглядим, как это к этому пришло. А вы экономическую реформу не хотите взять как некий фактор, который привел к разрушению Советского Союза? 65-го года. 65-го года, если у нас до этого был главным ориентиром экономики, снижение себестоимости. Вот был главный показатель. Снижается себестоимость? Вас поощряют. Не снижается себестоимость? Вас не поощряют. Главный показатель для предприятия – снижение себестоимости. Отсюда технический прогресс. Отсюда рост производительности труда. Отсюда рост цен. Единственное, падение, снижение цен, да, отсюда, а, извините, снижение цен, да, вот, а это, ну а что, экономическая реформа началась вот с экономических проблем, или она, так сказать, вследствие некоторых политических изменений, кто-то же к этому привел, к этой экономической реформе, а кто вел, с какого момента, можно считать, была политическая контрреволюция. Так это Косыгинская реформа, я о ней говорю. Хорошо, а вы можете сказать, что у нас в 1962 году было государство диктатуры пролетариата, просто оно расстреливало рабочих в Новочеркасске, да, у вас это увязывается, вот, что это действительно было государство диктатуры пролетариата, или наоборот, это свидетельство того, что у нас не было в 1962 году диктатуры пролетариата. Может, это мы как-то сразу не осознали, или не поняли, но сейчас-то мы уже, наверное, можем сказать. Какое же это, какое-то, может быть, государство диктатура пролетариата, которое расстреливает рабочих? Ну, как можно об этом вообще говорить? Это же страшные вещи. По указанию председателя Совета Министров Хрущева расстреляли рабочих. И расстреляли рабочих, так сказать, двояко. И стихи, надо сказать, стреляли по толпе, и по детям, которые наблюдали из деревьев, что происходит? И с другой стороны, потом, так сказать, зачинщиков объявили антисоветчиками, и их расстреляли. Еще и, как сказать, сознательно государство расстреляло. А что они такое зачинали? Какие требования были? Тоже требования всем известны в советской, простите, в российской газете. И к 50-летию этих событий написано было, что требования были какие? Значит, не снижать расценки и не повышать цены. Что тут такого? Сейчас полно людей, которые с этим ходят и во всем мире выступают с такими требованиями. Что тут такого? За что можно расстреливать людей? Это вообще даже укладывается в рамки буржуазной системы, не говоря уже о социалистической. Как это все? Было представление, было снижение цены. Сейчас повышение цены. Значит, пошли в другую сторону, рабочие стали возмущаться, их расстреляли. И это что? Значит, какой отсюда вывод мы должны сделать? Что контрреволюция политическая прошла раньше, чем в 1962 году. Тогда надо поставить вопрос о том, сначала, о том, когда прошла политическая контрреволюция. И потом тогда, сколько времени происходил переходный период. От чего? От коммунизма, строго говоря. У нас же коммунизм был, был в первой фазе. От коммунизма к капитализму. Сколько он происходил? Вот сейчас мы дату установим, и тогда будем считать. Значит, что у нас было после всех хороших событий, которые сказали, что победили, восстановили. Раньше, чем в других воюющих государствах отменили карточную систему в 1947 году. То есть быстрые темпы роста были, производительность труда в 50-х годах. Сколько? Ну, порядка 10%. Темпы роста, производительность труда. Колоссальный прогресс идет. Потом мы же решали еще задачу, такую военную задачу, сделать оружие такое, которое бы восстановило некоторый баланс. И которое обеспечивало бы мирное существование Советского Союза. Для этого нужно было сделать ядерную бомбу. Термоядерную бомбу. А кто сделал термоядерную бомбу раньше, так сказать? Мы или Америка? Советский Союз раньше сделал. И средства доставки ракеты. И не случайно, что мы вышли в космос первыми. И это вроде не пустячок. И вот такое вдруг государство, вдруг оно развалится. И есть и армия самая мощная. Можно было разгромить во внешнем каком-то бою армию Советского Союза. Никто даже на эту тему и не думал, и не заикался. Значит, этот Советский Союз может быть уничтожен, разрушен только изнутри. А какие есть предпосылки к разрушению Советского Союза изнутри? И вот тут я должен сказать уже, как человек, который вот этим занимался в научном плане, что социализм вообще как низшая фаза коммунизма, он противоречив или без противоречий? Должен быть противоречив. Должен быть или он есть? Как противоречивый единственный. А раз противоречивый, значит, есть две тенденции. Одна к развитию социализма, полный коммунизм, а другая, увы, противоположная к тому, чтобы уйти обратно в переходный период. Была такая тенденция или не была? Ну, для тех людей, которые диалектику не изучают или изучают диалектику не по Гегелю, такой тенденции нет. Хотя, если мы вспомним, что писал Ленин по поводу тех рабочих, которые хранят капиталистические замашки и хотят дать обществу поменьше и похуже, а взять от него побольше и получше. И разве мало таких вот мы мерзавцев, так сказать, пригвозили? Разве нет таких мерзавцев? И такая тенденция вообще существовала в первой фазе коммунизма? Существовала. Она существовала, потому что люди плохие или потому что это низшая фаза коммунизма? Если мы признаем, что это низшая фаза коммунизма, что в этой фазе еще есть распределение по труду, как отпечаток капитализма, как буржуазное право. Значит, я, вот представьте себе, я являюсь членом социалистического, я и был членом социалистического общества, между прочим. И вот я, как член социалистического общества, рассматриваю свои объективно, рассматриваю свои экономические интересы. Я заинтересован в росте общественного богатства. Заинтересован, чем больше богатства, тем больше я получу через общественные фонды потребления, правильно? С другой стороны, а я заинтересован, чтобы какое бы там ни было богатство, вот если я долю свою увеличу, и если я еще быстрее ее увеличу, чем падает это общественное богатство, я тоже разбогатею, и тоже мне будет хорошо. Это мне выгодно или не выгодно? выгодно. Значит, есть интерес, как его охарактеризовать? Вот как охарактеризовать такой подход, который был распространен и при социализме, в том числе среди рабочих, и в том числе среди интернетов, не то важно, что я делаю, а то важно, что я за это буду иметь. Мелкобуржуазный. В каком смысле мелкобуржуазный? То есть это характерно для товаропроизводителя. Когда я что-то произвожу, то я это произвожу не для того, чтобы удовлетворить свою потребность, а для того, чтобы поменять на что-то другое. Значит, если я работаю для того, чтобы что-то получить, а то, что я делаю, это для меня только средство, а не цель и не самоцель. То есть я не для развития всех членов общества работаю, а лишь бы получить. Вот такая тенденция есть. И что мы можем сказать, что это ненормальность какая-то? Да это характерно. Так это ради этого и для этого, для борьбы с этим, для придавливания этого вот момента существует государство, диктатура патриата. Или, как писал Ленин в государстве революции, полу-государство. Почему полу? А потому что нет такого класса, который надо бы было подавлять. Потому что крестьянство колхозное, союзник рабочего класса. Интеллигенция – тот слой, который обеспечивает лечение, развитие, образование и так далее. Поэтому нет тут класса или слоя, который враждебно социализму. Но нет ни одного класса или слоя, включая и рабочий класс, в котором бы не было тенденции дать обществу поменьше и похуже и получить в нем побольше и получше. И эта тенденция, увы, объективна. А поэтому государство должно бороться с чем? Оно, государство, существует как орган класса, борьбы за интересы класса. Вот оно борется с такими действиями, которые враждебны интересам рабочего класса. А кто эти действия совершает? Ну, кто бы и не совершал. Оно если для кого-то это вообще главным становится, тогда он носитель такой тенденции. Таких было единицы. А вот что касается участия в той или иной мере в такой тенденции антисоциалистической, это в массовом порядке. Например, ну, вы скажете, что вот все люди имеют недостатки. Но социалистические люди какие имеют недостатки? Не это отрицание. Значит, если они коммунистически настроены, у них есть недостаток. Значит, у них есть не коммунистические действия. А иначе зачем на себя поклёбку возводить? Если у меня есть недостаток, а я коммунистически настроен, значит, у меня есть такое качество, которое проявляет себя в отрицательных действиях. Каких отрицательных? То есть антикоммунистических. А если их много, людей-то много, и поэтому эти действия, складываясь, дают мощную антикоммунистическую тенденцию. Это, например, я думаю, что это товарищи из КГБ, например, приводило в такое состояние, что я никак не могу разобраться. Что происходит? Есть мощная антикоммунистическая тенденция. Она разваливает социализм. Что надо делать? Подавлять. Берём зачинщиков. Брали, сажали. Даже, так сказать, говорили так, товарищ. У вас недостатки есть? Есть. В чём проявляются ваши недостатки? Вы советский человек? Советский. Ваши недостатки в каких действиях проявляются? Антисоветские действия совершали? Подписывайте. Давайте. Я Кучук совершал антисоветские действия. Так, ещё с кем вы? Кто-то? Как фамилия этого товарища? Вы совершали антисоветские действия? Нет? Да хорошо, давайте разбираться. У вас недостатки... Вы коммунистический человек? Помните, недостатки есть? Нет недостатков? Лгун. Это ещё хуже, чем вы. Вам будет... Да, это ещё этот подрастрел пойдёт. Так, у вас недостатки есть? Короче говоря, набрал я это всё. Так, посадили, кого-то расстреляли. Было такое... Вы помните, как мучился один из героев Вечного Зова? Там как раз работник АГБ. Хороший же человек. Он мучился. Кончилось его жизнь очень плохо. Его там в книге распилили, а в фильме сожгли. Он никак не мог понять, что происходит. Вроде нету... Хотя там выведен и носитель этой тенденции, Полипов. Помните, Полипова. Первый секретарь, потом председатель исполкома. Это вылитый Хрущёв. Вот такой вот. Кончил предательством. Нет, кончил предательством. Нет. Он потом, когда началась война, вот он в этом себя проявил там. И он прямо сотрудничать стал с этим. Или там, скажем, сама принадлежность человека к тому, что он в Красной армии служил. Фёдор служил в Красной армии, а Жигель, чтобы стал помогать. А Иван, которого загребли, как говорится, он ничего против советской власти как раньше не имел, так и после отсидки ничего не имел. Ну что, пострадал невинный человек. А и в то же время были такие, как Кружилин, такие коммунисты твёрдые, которые никогда не отступали. И, наверное, у них есть недостатки, но они в ничём серьёзном не проявлялись. То есть там разные типы показаны, как в жизни. Вот такой диалектической книги я на себе не представляю. Человек, который хочет понять социализм и его противоречия, и не хочет заниматься наукой, философией, а просто хочет взять такую книгу и прочитать. Это «Вечный зов» Анатолия Иванова. Потрясающая книга. Я разговаривал с Вагановым, который написал книгу «Правый уклон ВКПВ и его разгром». И он был начальником главного архивного управления, министром архивным. Я, говорит, поражён. Как это Анатолий Иванов так изобразил вообще жизнь, насколько это близко вообще к исторической правде, к исторической действительности. Но правда-то она противоречива. И вот, короче говоря, я набрал вот эти все свои дела, потом меня вызывает начальство. Говорит, так, Михаил Васильевич, дорогой, значит, вот вы там нашли целый сговор, да, много там, группу большую антисоветскую, да, все они подавлены. Антисоветчина-то продолжается. Михаил Васильевич, не тех брали вы. Невидных людей постреляли. Что надо с вами делать? Подскажите нам. Ну, что я человек, ну, что делать? Ну, что я делал, то и делать. Ну, правильно, правильно. Раз, раз. А вы не помните, то Ежов был у нас. А перед Ежовым был Егода. Вот они сажали, сажали. Да не тех сажали. Значит, что надо сделать? Вы вот такой, я теперь начальник, этого ликвидировали, который Михаил Васильевич. Шире надо взять. Не тех брали, надо брать тех и шире. Взяли тех, еще шире, еще выше. А потом взяли этого Егода и расстреляли. Потому что не тех сажал. Был февраль, хамар, сухи плен. Что-то люди не понимают, что происходит. Не понимают по одной простой причине. Я думаю, нам с вами ясно. Если люди не изучают диалектику, они никак не могут понять, что если у вас есть антисоветские действия, вы не антисоветский человек. Вот если антисоветские действия являются определяющими вашей в целом деятельность, если это будет доказано, то да. Тогда вас надо подавлять. А если это антисоветские действия, то надо вам помочь бороться с этими своими качествами отрицательными, которые могут иметь антисоветские проявления. Правильно, антиобщественные? С антиобщественными проявлениями надо бороться, вам надо помогать. Поэтому это, как Ленин еще говорил, что диктатура у патриата – это состояние придавленной войны. То есть это идет постоянная война. Или вот есть же очень интересное определение, вполне диалектическое, в детской болезни ливизны в коммунизме. Не то, что в Великом Почине. Там просто строго государство, что рабочий класс должен управлять и так далее, городские, фабрично-радские, промышленные, рабочие, до полного коммунизма. А в Великом Почине вот такое понимание диктатуры у патриата, как диктатура у патриата есть упорная борьба. Кровавая и беспроводная. Военные и хозяйственные. Педагогическая и администраторская. Против сил и традиций старого общества. А силы и традиции старого общества над всеми нами так или иначе давлеют. И мы в чем-то тут, может быть, завязаны или связаны с этим. И поэтому, несмотря на наличие некоторых носителей этих тенденций, единичных, в массе своей получается вот такая мощная тенденция, которая складывается из действий, вовсе не антисоветски настроенных и вовсе не антикоммунистически настроенных людей. Из того факта, что у вас было какое-то неправильное, не социалистическое, не коммунистическое действие, не следует, что вы антисоветчик и что вы антикоммунист. И наоборот, из того, что он сидит на каком-нибудь советском посту или даже является первым секретарем, как Никита Сергеевич Хрущев, не следует, что он коммунист. Хотя бы он назывался первым секретарем коммунистической партии Советского Союза. Потому что я думаю, что у вас после всех событий, которые прошли, вы никак не повернёшься и сказать, что вот Хрущев коммунист. Правильно? Теперь давайте вспомним теперь историю. Вы как раз хорошо меня подводили, так сказать, как же так получилось, так всё было крепко, крепко, но дело и развалилось. Нет, вот было крепко, крепко, а какие потери мы понесли в войну? Давайте об этом скажем. Вот скажите, пожалуйста, мы потерпели и понесли огромные потери 27 миллионов человек. Ну, если военных взять, примерно столько же, сколько в Германии. А если вы возьмёте вот в целом, то это 27 миллионов человек. Минус 9, скажем, 18 миллионов только гражданских. Скажите, пожалуйста, какие люди в первых рядах шли на фронте? Самые смелые или самые трусливые? Самые решительные, самые такие твёрдые, принципиальные. Так сколько их погибло? Даже вот в таком понятии, в русском языке, когда говорят, я добился победы. Что означает? Добился. Что значит добился? Добил себя. То есть, вот смотрите, сколько людей погибло, самых, говорят, коммунисты отдали свою лучшую часть. А комсомольцы худшую, что ли, часть отдали? И комсомольцы положили лучшую часть на альтар. И вот, значит, если было какое-то соотношение сил наиболее последовательных коммунистов и коммунистов, так сказать, более склонных к приспособленчеству или менее твёрдых, менее решительных, то это соотношение изменилось. И вот те люди, которые были, как вот, Хрущёв был членом военного совета, где-то они вроде как и в войне участвовали, но, в общем-то, никаких особенных заслуг с их стороны не было. Не они обеспечивали победу, но они пришли, как говорится, с орденами, так сказать, люди после войны и так далее. И чем занялся тот же самый Никита Сергеевич? Судя по тому, что произошло, как только товарищ Сталин умер, сразу началась по существу антисталинская кампания. она сначала выразилась в очень конкретном действии. Расстреляли Берию. Вы верите, что он английский шпион? Ну, я и тогда это слышал, но это как-то и раньше мне казалось смешно. Ну, смешно. Человек занимался ядерной программой и космической программой. Человек, так сказать, создавал мощные, так сказать, такие объекты, которые составляли... Ну, суперсекретные. Его объявляют английским шпионом. То есть, стрелили явного сторонника Сталина. Явного сторонника Сталина застрелили. О чем это говорит? И что дальше? Ну, хорошо. Те, кто стреляли, те напугали остальных. Кто стрелял? По какому указу? По указу Хрущева. По указанию, я имею в виду. Никакого указа письменного не было. Застрелили. Хорошо. И это вроде как... Кто у нас разбирается процессы? Давайте, значит, реабилитация. Это все. Никакой реабилитации нет. Никто не собирается это разбирать. Как получилось так, что вот Берию застрелили. Ну, Берия был соратник Сталина. Он, может, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но это факт. И я думаю, что этот вот расстрел нужен был для того, чтобы запугать всех сторонников Сталина. После этого начинается кампания по разоблачению культа личности Сталина. Как эту кампанию провести? Ну, чтобы эту кампанию провести, нельзя же говорить, вы против Сталина будете. Нет, она не против Сталина. Она так в этом смысле построена, весьма замаскирована. Против культа личности Сталина. Это что значит? Надо ее разоблачать. Что значит разоблачать? Пытаться, так сказать, все следы культа личности, какие есть, все проявления убирать. И что началось? Значит, этот вопрос обсуждался на 20-м съезде. Я грешным делом думал, что на последнем, долгое время так считал, что на последнем заседании 20-го съезда выступил Хрущев со своим, после того, как все уже решено, и выступил со своим докладом, и люди разъехались, ничего не могли решить, ничего не могли сделать. Вот и все. И он после этого этот доклад попал за границу, а среди партийных организаций читали, но нигде не публиковали, ведь первая публикация прошла только в известиях ЦК КПСС уже в Горбачевские годы. И вот, поскольку у меня дома есть стенограмма 20-го съезда, я взял ее и посмотрел недавно, потому что я поспорил со своей женой на тему о том, что как было. Она говорит, нет, это и раньше было, это было во время съезда. Я говорю, не может быть, это последнее заседание. Потом я взял, поднял книгу, открыл, оказывается, это было вовсе не последнее заседание. Было специально закрытое заседание, но было решение съезда по этому поводу. Решение съезда 20-го, преодоление последствий культа личности. Фамилия не указана. Дескать, сами догадайтесь, чей был культ, и культ ли это был, кто доказал, что это был культ. А дальше, а дальше, а дальше, а дальше было еще, значит, целый пункт в 11-м пятилетнем плане. Еще один пункт о разработке новой программы, и вот это решение о разоблачении культ личности Сталина. И пункт через один, о разработке новой программы, там Хрущев по этому поводу выступал, и эту новую программу стали разрабатывать. Какую программу разрабатывали, это отдельный вопрос. Дальше пойдем. А чем закончилось вот это вот мероприятие? Значит, как же надо было подобрать уже состав 20-го съезда, чтобы он такое вот решение мог принять о культе личности Сталина? В общем-то, ну, грязное, можно сказать, решение. Потому что, ну, вот Сталин, это какая фигура? Во-первых, мы знаем, что без авторитетов не бывает в политической жизни. Есть у Энгельса прямо целая такая статья об авторитете, брошюрка. Ну, вот, что-то сказать, и в политике, и в идеологии, в детской болезни, ливизны в коммунизме. По общему правилу, пишет Ленин, что вот в парсиях имеется какая-то группа руководителей или вождей, за которыми люди идут, и там, слово которых во многом влияет на ход там событий. Не потому, что они нарушают какие-то нормы, а потому, что, как правило, подтверждается то, что они предполагали, или то, что они требовали, и так далее, в силу их подготовленности, в силу их опытности, и так далее. То есть, это по общему правилу во всех партиях так бывает. И вот после этого, после того, что было известно, что есть вот такие произведения, и такое отношение, вдруг оказывается некоторый культ личности. А со Сталином что было связано? Ну, давайте смотреть. Значит, кто делал доклад о вооруженном восстании на шестом съезде партии, когда Ленин был в разливе? Сталин. Кто входил в военно-революционный центр? Ленин туда не входил, а Сталин входил. Кто организовал непосредственно взятие власти? Кто участвовал в гражданской войне? И кто был известной альтернативой и противовесом Троцкому? И, как говорится, не случайно его Ленин направлял на очень ответственные участки, в том числе под Царицем, где нужно было организовать оборону, и он проявил себя как человек в этом смысле. И он и раньше себя проявил, как наши товарищи рассказывали, вот Иван Михайлович рассказывал, как он участвовал в организации забастовок на бакинских промыслах. И он один из тех, кто осуществил создание первого коллективного договора. Кто участвовал активно в восстановлении народного хозяйства? Кого Ленин предложил генеральным секретарем? До этого никакого первого генерального не было. Первый генеральный секретарь появился на 11-м съезде. По предложению Ленина в 1922 году был избран товарищ Сталин. Про него Ленин говорит, ну что делать? Говорит, он и наркомнац, он и рабкрин. Ну мы все сейчас засыпаны, работаем. Но ничего, выхода другого нет. Другой кандидатуру я предложить не могу. Вместо этого нам все время в Хрущевске подсовывали это, дескать, письмо Ленина о том, что, дескать, вот надо подумать, как переместить товарища Сталина куда-то в другое место и поставить на это место какого-то другого товарища, который отличался бы только одним качеством. Я хочу немножко разобрать эти письма. Это письма, да, вот такие письма были. Письмо какое? Вот перечисляются все качества. Труцкий, небольшой визом. Бухарин не понимал диалектики. Пятаков хватает администраторским отношением к делу. Единственный человек, у которого нет негативных политических оценок, Сталин. Это из первого письма следует. А вот из второго. Ответьте мне, Владимир Александрович, как человек, изучавший диалектику, вот может быть человек, который от вас отличался бы только одним качеством. Меньше спрашивал, скажем, меньше интервьюировал. Ну кто это может быть? Такой человек, который, другой человек может такой быть, такой же Кучук, только одним качеством от вас отличался. Может такой быть? Ну я так понимаю, Ленин как диалектик, так сказать, тем самым обратил внимание товарища Сталина и партии на то, что товарищу Сталину надо учесть и меньше грубости. И все. Я никак это не могу иначе трактовать. Как может быть другой человек, который был вот такой же, как Степан Степанович, отличался только одним качеством, без очков. Ну что это такое? Ну такого не может быть. То есть это разговор может быть только об этом же самом человеке. Когда мы говорим о отличии от себя, от самого себя. Вот это вот после нашего кружка, вот нам, я думаю, вполне понятно, что человек отличается сам от себя, если он развивается, если он двигается и так далее. Товарищ Сталин поставил вопрос о том, чтобы его освободить? Поставил. На где? На 13 съезде партии поставил. Как партия к этому? Она что, не знакома была или все прочитали по делегациям все это? Прочитали. Ну что умничать по этому? Кто такой Хрущев? Он что, историю хочет переписать? Значит, партия посчитала, учла и приняла решение избрать генеральным секретарем Сталина. Генеральный секретарь лез в генеральный, или потом слово генеральный перестал писать. Вы не обратили внимание вот о награждениях, как подписывает секретарь ЦК Сталин? А генеральный, когда писался, он с большой буквы писал, как при Брежневе, или с маленькой? С маленькой. Генеральный секретарь по общим вопросам. А кто политбюро изначально вел? Каменев. И потом Каменев-Зиновьев, они обижались. Почему это в вашей проходит предложение, товарищ Сталин? Да потому что, говорит, вы же ведете. Можно подумать, что я веду. Вы ведете. Я предлагаю. Если за моих предложений больше голосуют, чем за ваши, ну, значит, такие у вас предложения. А потом вы уехали на отдых, а я оставался здесь на хозяйстве. Вы оставайтесь здесь в Москве, а не разъезжайте по сачам, и тогда работайте здесь, и вы будете продвигаться, и так далее. То есть Сталин, который занимался коллективизацией сельского хозяйства, это революция в деревне. Этого Ленин не сделал. Это, так сказать, то, что, можно сказать, сделано благодаря деятельности Сталина, титанической. Вспомните его поездку в Сибирь, когда он за хлебом поехал. Все остановилось. Кулак перестал задавать хлеб. Он поехал, стал разбираться. Сталин. Почему вы живете у кулаков? Приезжает прокурор, живет у кулака. Судья живет у кулаков. А почему? А у них лучше кормят. И чище. Ну, говорит, так это, значит, вы помогаете выступать против статьи о спекуляции, потому что, значит, раз вы не сдают кулаки хлеб, а вы за это не наказываете, за эту спекуляцию, значит, вы хотите, чтобы мы, наша партия должна или пойти с бедняком, а он же бедняк все сдал, хлеб, или с кулаком. Если вы поддержите кулака, мы перестаем быть коммунистической партией. Давайте выбирать. И поэтому были сроки, там, сколько еще ждать, там, коллективизации. Все, сроки закончились. Кулак начал войну классовую. И эта война была победоносно завершена путем ликвидации кулачества как класса. Что значит как класса? Это значит, что его лишили экономической возможности, если он класс, экономического положения эксплуатировать. Крестьян. Поезжайте и пошите своими руками. Но если вы не можете в тяжелых условиях, ну, что поделать. Здесь не надо спарывать животы учительницам и устраивать погромы. Мы же знаем, что происходило в деревне и что делали кулаки. Она авторитетная фигура была в деревне. То есть революция еще одна была. Это тоже Сталин. То, что он был председателем Государственного комитета обороны. Он на себя взвалил председателя Совнаркома. Был до этого Молотов. Этот человек на себя взвалил ответственность за войну. Вот на него пытаются есть писать. Как нам вот все писали? Что Сталин, при Хрущеве, что Сталин народ победил, а Сталин, верховнокомандующий, председатель какого? Руководитель ставки, верховного командования. Он стоял и мешал советскому народу победить. Ну, такое может быть. Что за детский сад? И это же слушали люди. Сейчас по всем местам. Вопреки народ победил, вопреки. Вопреки Сталина. Но это не все, конечно, слушали. У нас вот один товарищ в университете вывесил там к Дню Победы с портретом Сталина. Его пытались хоть там осуждать, срывать. Ну, я ему подсказал, а вы как вот, если сорвут, то снова наклеивайте и все. Он наделал много портретов потом. И все успокоилось. То есть, те, кто выступали против Сталина, враги социализма. Потому что то, что делал Сталин, ну, это вот некоторое воплощение той необходимости, которая осуществлялась. Восстановление народного хозяйства без Сталина тоже шло, да? Восстановление народного хозяйства. И, наконец, значит, что можно сказать? Значит, до смерти Сталина уже в Центральном комитете, к сожалению, сложилось антисталинское большинство. А можно сказать, что антисталинское большинство – это, по существу, антикоммунистическое, антисоциалистическое большинство. И ждали, боялись этого Сталина, больного. И ждали. Некоторые, правда, говорят, что его убили. Я не очень в это верю. Потому что человек, как сказать, в таком возрасте износился, наверное, за войну особенно. Но это тоже нельзя исключать, чтобы могли ей помочь, конечно. Во всяком случае, как только Сталин умер, началась борьба за что? Не борьба за то, чтобы построить, так сказать, быстрее это цель, а за то, чтобы сесть в кресло. А, к сожалению, товарищи коммунисты к этому времени, можно в частности, потому что, и не в частности, а в значительной мере, потому что лучшая часть партии погибла на фронтах Великой Отечественной войны, они, так сказать, смотрели, если первый секретарь, вот первое лицо сказало – все. Не потому, что они знали марксизм, ленинизм, изучали. Я уже не говорю о диалекте, вообще в этом нечего и говорить. То есть люди воспринимали, что скажет первое лицо. И вот, значит, на съезде сказали, и доклад делает первое лицо. Ну вот доклад делает Хрущев на 22-м съезде. Доклад посвящен программе партии. Из программы партии занимается главный в ленинизме. Ну вот это что, тайна была для коммунистов? Это только мы знаем, что ли? Ну вот при Хрущеве издано Пятое собрание сочинений, Четвертое было доступно. Ну, нельзя сказать, что это было секретно, при том, что Сталина памятники убирали. То есть такой антисталинский был угар. Но против диктатуры, в принципе, кто-нибудь там непосредственно выступал, где-то в литературе. Нет, сразу вдруг на съезде раз и убирается из программы. Это что значит? Чтобы ее убрать из программы. К сожалению, как написано в синаграмме, единогласно проголосовали. Это какую же работу надо провести, каких же надо собрать делегатов съезда. И каким надо быть хорошим организатором, каким, наверное, и был товарищ Хрущев. Как вот он и организатор контрреволюции, который проголосовал за изъятие из программы главного в ленинизме. Теперь, если вы диктатуру убитриата изымаете, значит, уже настрой в партии против диктатуры убитриата был до изъятия. Правильно? Значит, вот до этого была тенденция, а акс состоялся на 22-м съезде. Это какой акс? Вот что произошло после этого? Чтобы оценить это, надо принять во внимание, что в силу той ошибки, которая сделана была еще в 1936 году, в системе диктатуры убитриата от организационной формы исчезла. Значит, на чем держалась диктатура убитриата? Потому что партия рабочего класса последовательно стояла на марксистско-ленинских позициях. Соответственно, и профсоюзы, которые приводные ремни от партии к массам, тоже на марксистско-ленинских позициях. Если теперь, как говорится, изменить природу и сущность партии, сделать ее антирабочей, антипролетарской, или объявить общенародной, что то же самое, это значит изменить природу государства. Потому что партия была правящей. Поэтому можно констатировать, что политическая контрреволюция, одна актная, одна момента, произошла на 22 съезде с голосованием по программе партии. То есть к этому все шло, это вот скачок. Если до этого была тенденция убрать эту диктатуру рабочего класса, даже написано было в Конституции государства рабочих и крестьян, что это такое? Ну что это такое? Государство рабочих и крестьян в Конституции 1936 года. Я не знаю, что это такое. И даже у нас вот конференция была по Сталину, и там, значит, вот в ходе конференции предложилось, такой доклад предлагался там о государстве рабочих и крестьян. Я говорю, что это за доклад такой? Непонятно. Где вы такое нашли? Вот вы найдите у Маркса, у Энгельса, у Ленина, что может быть государство двух классов. Тогда трех. Давайте еще интеллигенцию примем, она тоже наша родная. А помните было, может, вы и не помните, а я вот помню, была такая в газете, значит, картинка, три класса стоят, и штурвал такой. Рабочий класс посрединке, тут и крестьянство, тут и... Если три у вас будет этих рулевых, что будет? Уж точно вы врежетесь в какой-нибудь быканых мостах и сломаете себе и корабль, и потонете, и так далее. Что это такое? Вот такое обстоятельство было, это можно считать ошибкой. Ошибкой, потому что мало кто это понял. Суть Советов до сих пор еще не понята очень многими коммунистами, которые говорят, что мы коммунисты, мы левые и такие, но они никак не могут понять, что Советы это не просто то, что избрали. Потому что Советов у нас много. И Совет Безопасности, и Совет Федерации, и Государственный Совет, когда всех губернаторов соберут, и Владимир Владимирович с ними беседует. Так, это еще и ученые Советы, и вообще друг другу мы советуем, у нас вся страна Советов, все советуют, что делать туда-сюда. Это что, это означает советская власть? Слово Совет у нас не запрещено, но это нет, совсем не та природа политическая. Поэтому Советы исчезли, и поэтому если изменить партию правящую, если она перестанет быть партией рабочего класса, а еще и была объявлена, и партия перестала быть партией рабочего класса, она стала общенародной. Вы что это такое, общенародная партия? Ну, если она общенародная, так это не партия. Потому что партия – это авангард класса. Что, уже полный коммунизм, и при этом одновременно написано, что скоро будет первая фаза коммунизма. Ну, это люди абсолютно безграмотные могут быть, или идиоты, или предатели. Скорее, последние предатели. Наверное, они понимают, что будет еще первая фаза коммунизма. А где вы жили? Ну, где вы жили до этого? Это что такое социализм? Социализм был построен, социализм – низшая фаза коммунизма. Значит, жили при коммунизме? Нет, уже, так сказать, вот мы построим, а высшую фазу, ну, это вообще мошенничество, заявлять, когда будет полный коммунизм. Ну, когда классы будут уничтожены, это длительный процесс. Кто может сказать? Ленин говорил, это долгий процесс. Маркс, Энгельс, Энгельс. Могли такое сказать? Никогда такие вещи в качестве дат, годов не объявляются, не заявляются. То есть, контрреволюция произошла в 1961 году. В 1962 году, если кто не понял, то было зафиксировано и показано, что диктатура пролетариата исчезла, и установилась диктатура буржуазии. Почему диктатура буржуазии? А потому что не бывает никакого государства. Тот, кто не понимает, что должна быть, как писал Ленин, либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько безграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Таким и был Хрущев, первый секретарь. И те, кто за ним голосовали, его поддержали, хрущевцы. И потом, что, вот вроде столько было людей за Сталина. Миленькие, они говорят, да здравствуй, товарищ Сталин, вдохновитель. Всех наших побед. Потом, давайте все памятники уничтожаем. Ну, вот то, что творилось на Украине сейчас. У нас не то же самое творилось. Ну, просто давайте Сталину уничтожать, а Ленин, он давно был. Пусть стоят. Давайте Сталина побрасываем. То есть, это вакханалия антисоветская, антисоциалистическая. И это контрреволюция. Вот политическая контрреволюция. А дальше? С совершением политической контрреволюции и уставлением диктатуры буржуазии. А где буржуазия? Спросите вы. Спросите меня, где буржуазия? А вот буржуазии, вот те, которые занимаются делом управления, они теперь не в интересах рабочего класса, а в чьих интересах, а в интересах тех, кто и управляет, они и управляют. Вот это вот все эти управленцы, поскольку они потеряли эту классовую цель, они теперь являются той самой буржуазией в интересах, которой осуществляется диктатура. Другое дело, что они еще себя не вполне освоили, как буржуазия, а постепенно они набирали соответствующий вес и соответствующую силу. А потом они стали делиться между собой, а можно было так совокупно капиталы держать, это был бы госкапиталистический, монополистический капитализм. Вот, скажем, в Белоруссии, там же тоже капитализм, но там не раздербанили так все предприятия государственные, а держали их в едином кулаке, и сейчас их держат в основном. А в России, значит, залоговые акционы, ваучеры, раздача преступному миру и так далее, все что угодно делалось, лишь бы только уничтожить государственную собственность. А государственная собственность, если это собственность государства рабочего класса, это общественная, а если не рабочего класса, это не общественная. Это собственность чиновников. А чиновники тогда не просто чиновники, они же и собственники, они и представляют собой вот тот капиталистический класс. Только они их теперь индивидуализировали. И к 1991 году получился стандартный капитализм. На этом пути нужно было решить экономическую задачу. Какую? И полностью на противоположность сменить вектор развития экономики. У нас экономика была непосредственно общественной, и это было до 1965 года. И до 1965 года показателем было снижение себестоимости. И каждый стремился повысить производительность труда, поднять производительность и так далее. В войну, за войну, с 1942 по 1944 год цены на танки, пушки, самолеты, на всю военную технику снизились вдвое. И затраты на военный бюджет, в государственном бюджете, на военные нужды сократились. С 1942 по 1944 год. Представьте себе, на фоне наших вот этих постоянно растущих цен. Вполне логично. Выпускали больше техники, но те же люди выпускали. Значит, раз те же самые люди и даже меньше людей фронту отдавали, то значит, на каждый отдельный объект, то есть на танк, на пушку и так далее, тратилось все меньше и меньше человеческого труда. Прогресс колоссальный был технический за это время. И потом продолжался технический прогресс. И вместо того, чтобы наращивать вот эту производительность труда, снижать цены, повышать благосостояние. И цель сменили на 22 съезде. Какая цель была? Я напоминаю, что вот когда была дискуссия между Плехановым и Лениным на 2 съезде, Плеханов предлагал для нужд общества производство. А Ленин писал, что такую организацию еще и тресты могут дать. А надо для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. В итоге записали в программу для обеспечения благосостояния и всестороннего развития. Это же выкинули тоже. Вычистили цель производства социалистическую, которая со второго съезда была и в первой программе, и во второй программе, и с третьей программы вычистили. Но наши дорогие товарищи-идеологи, которые сидели, ну совсем думают, что они этого не знали. Я думаю, что там было много таких людей, которые знали и делали это уже сознательно, а лучше сказать умышленно. А другие люди, так сказать, они хлопали одновременно руками и ушами, то есть они надеялись, что там есть идеологи, они разберутся и так далее. Это нам всем урок. Это мы сейчас, говорит, давайте, мы сейчас свалим эту власть, потом разберемся. Да вы сейчас-то не можете разобраться, а потом вы побежите там искать, где твердая колбаса, и мы видели, и пойдете по буфетам. Вот во что это может вылиться. Видели мы таких революционеров. Заниматься не хотят, теории не хотят изучать, не хотят выработать твердую позицию, без которой нельзя вообще сплотиться, соединиться, потому что после революции можно делать то, что наметили, а наметить нужно до революции. Если люди не могут ничего сказать до революции, бойтесь их, потому что они только испортят все дело революции. Еще будут оттирать, и вы делали революцию, все, спасибо, Владимир Александрович, мы теперь придем, все, мы теперь уже справимся без вас, тут уже все хорошо, как-нибудь мы тут найдем, как делать и так далее. Вот к чему это может привести. Поэтому вот что произошло. Скажите, пожалуйста, хоть одного человека выстрелили в 91-м году, или они сами ушли из ЦК, из обкомов, из горкомов? Вот те, кто не ушли, там и сидели. Они побежали. Почему побежали? Ничего. Куда выстрелили? Да никуда они побежали, они взяли портфельчики и пошли в банки. Ахромеева полесили. Что? Ахромеев полесили. Ахромеев не первый секретарь. У нас первые секретари прекрасно вот сидели в банках советниками. Они не пошли ни в директора заводов, тем более уж ни в рабочие, ни в мастера и так далее. Они прекрасно пересели в другие, за редким исключением. И я вот, поскольку в это время был членом обкома Ленинградского, я их лично всех знал. Я могу сказать, что из всех партийных освобожденных работников Тюлькин, Терентьев, Галиндухина, которая была в Красногвардейском райкоме, секретарь по идеологии, они как бы пошли в новые коммунистические партии. Все? Все. А остальные? А остальные? Или такие, как Белов, например. А он же был враг диктатуры у Патриата, был еще при социализме. И тогда выступал против диктатуры у Патриата. А потом он был разрешенный коммунист. Они сидели и ждали, когда разрешат коммунистическую деятельность до решения Конституционного суда. А когда разрешили? Когда поняли, что КПРФ не помешает, если ее, так сказать, разрешить. Иначе будут другие коммунисты, которые на самом деле будут действовать в интересах социалистической революции будущей. Поэтому совершенно понятно, откуда такие фигуры появились. А они ходят с лозунгом «народовластье». Шарф свой бы продали и выкинули куда? На шарфе написано, что «народовластье». Это что? Это хрущевцы мы. Это как бы надпись «мы хрущевцы». И все ходят это 7 ноября, в праздники ходят и демонстрируют, что они против диктатуры у Патриата. На Октябрьском пленуме они поняли, что надо как-то замаскировываться. И замаскировались, говорят, диктатура на переходный период нужна. Только на переходный. А как же Ленин насчет того, что до полного коммунизма? Нет. У Хрущев при социализме уже ее убрал. А они в переходный период. Еще раньше бы, чем Хрущев убрали. Вот что произошло. Вывод и итог. Значит, экономическое изменение такое принципиальное, когда ориентировка на прибыль, рентабельность и объем реализации, то есть на истремостные показатели. Ликвидация рентабельности и выбрасывание показателя производительности труда. Ой, не рентабельности, а ликвидация показателя номенклатуры. То есть, что конкретно производить. То есть, или в дальнейшем такие шаги, как если вы не выполняете план по номенклатуре, то можно вам платить все равно премию. 10%, если вы до 10% не выполняете, идет цепная реакция неуполнения по всей экономике, разрушается плановое хозяйство, премию платить можно. И вообще не ограничивать выплачивание премии. То есть, шло фронтальное разрушение. А такие, как Медведев Вадим Халуй, Горбачевский, который был секретарем ЦК и третьим человеком, который разрушал у нас и партию, и страну, и Советский Союз. Потому что был Горбачев, был Яковлев и Медведев, секретарь по идеологии. Этот самый Медведев создал книгу для системы партийной учебы. Значит, рубль вместо головы у человека. А дальше человек показывает там себестоимость, ориентабельность, то, сего. Ну, если будет у вас вместо головы рубль, то вы придете к капитализму. И нас привели к капитализму. Поэтому, ну, капитализм никак не развалился. Потому что, чтобы его уничтожить, Владимир Алексеевич, давайте посчитаем. С 61-го года по 91-й год потребовалось 30 лет. Чтобы создать социализм понадобилось 18 лет. А чтобы его разрушить 30 лет. Как язык поворачивается нашим товарищам, он говорит, что он развалился. Его били, били, уничтожали. Наконец, добили. И при этом было сопротивление. Было движение, инициативное движение коммунистов. Был объединенный фронт трудящихся. В том числе Ленинграда, потом Москвы, потом всей России. И это движение коммунистов создало коммунистическую партию РСФСР, в которой в программе действий компартии не было ревизионизма. Поэтому эту компартию решили тоже закрыть. Потому что мечта Горбачева была, чтобы люди пошли под красным флагом капитализму. Этот номер не прошел из-за того сопротивления, из той борьбы, которую вели коммунисты. И на 28-м съезде выступило меньшинство, к сожалению, меньшинство, но выступило против движения на рынок. И приняло соответствующий документ. Вот борьба такая шла. Но если бы эта борьба началась раньше, а вот мы поняли, что это нам казалось, что вот-вот происходит контрреволюция. К сожалению, контрреволюция, но происходила гораздо раньше. Скажем, мне в то время было, когда началась контрреволюция, 16 лет. Сколько было у вас, я не спрашиваю, у кого вам было времени. Вот такая картина. Поэтому не так-то просто это обнаружить. Вот сейчас хорошо можно говорить по итогу теперь. Понимать, но что надо, какой сделать урок отсюда, что думать, что вот у нас есть такие речивые люди, которые собираются там брать власть и так далее, но они ничего не знают, ничего не понимают. Они не хотят работать, не хотят работать с рабочими, не хотят изучать марксист-бледенизм. Бойтесь таких людей, потому что это будущие предатели вообще коммунизма и будущие сторонники вообще его развала. Хотя его еще нет, а уже сторонники развала есть уже сейчас. Они уже разваливают то, что еще не возникло. Вот что они пытаются сделать. Они уже сейчас противники вообще возрождения советской власти, социализма и коммунизма в России. Ну вот так вот, мне кажется, можно ответить на ваш вопрос. Очень такой непростой. Я думаю, что это можно будет еще и пообсуждать. Я думаю, другие товарищи, может, выскажутся на эту же тему. Это было бы интересно и полезно. А вот заключительный вопрос, короткий, Михаил Васильевич. Все-таки получается вот эта мелкобуржуазная антисоветская тенденция, антисоциалистическая тенденция, она взяла верх, возобладала еще там до 61-го года? Она возобладала, возобладала она в 61-м году. Вот мы и говорим, почему политически. Вот она возобладала, вот мы этот день, когда она возобладала, это же должно быть политически выражено. Постановление съезда правящей партии – это политический акт. Если бы это была партия оппозиционная, да решайте, что хотите. Никого это не волнует? Нет, это было решение правящей партии. То есть, если эта партия решает, значит, это было в этой партии до этого, и это было уже в руководстве, и уже в действиях осталось только оформить. Это оформленная контрреволюция. Вот, Михаил Васильевич, по Вашему мнению, что могло бы этому противостоять, скажем так? Предупредить, скажем, это. Я думаю, что если бы мы тогда, действительно, по совету Ленина последовали, а именно изучали бы мы, вот как у Ленина говорится в статье о значении воинствующего материализма, если мы не будем изучать диалексику Гегеля и материалистическую истолковость, и применять для решения всех наших вопросов, то мы не сможем устоять перед натиском, реакцией и лжи. Так вы ведь ставите вопрос? Если не будем, то не сможем устоять. Но и не устояли. Не устояли, потому что, ну, если это сознательное управление, управляемое общество, социализмом, это своего рода самолет, но если те, кто управляют самолетом, не знают, куда лететь, они врезаются в гору, и все, разрушается. Это не значит, что плохой самолет был, но если такие руководители, если такие вот управляющие. Кто, скажите, пожалуйста, после Ленина хоть один руководитель маломальский изучал науку логики Гегеля и пытался этот самый совет Ленина реализовать? Ну, не получалось бы, трудно получалось, не все поняли. Это я понимаю. Сидели отдельные там доктора, профессора, кандидаты, там, философский факультет, что-то читали. Хотя и там, вот вы на философском факультете у нас найдете одного человека, у которого учился товарищ Казенов. Потом товарищ Казенов, как единственный выпускник с этого философского факультета, который изучал диалексику. А я на философском факультете вообще не учился. Я не знал, что они не изучают. Я теперь только удивляюсь, что, оказывается, можно быть на философском факультете и диалексику не изучать. Вот. А я могу вам сказать, как человек, преподававший политэкономию, что я когда спросил на курсе, на четвертом, ну, а кто прочитал капитал? Вот из всех отделений экономической и кибернетики один человек, Белых, сын Белыха, зап. кафедра научного коммунизма. Один том. Все. Больше никто ничего не прочитал. А всякие вот отрывки, обрывки читали. Мне приходилось проверять в системе партийной учебы от имени университета марксизма-ленизма и горкома партии на красном треугольнике. Я спрашиваю человека, вот так сидит, 20 лет в системе партийной учебы. Скажите, пожалуйста, что? Какую одну, назовите работу Ленина, которую вы читали. Ни одной. 20 лет читал все, какие-то книжки, которые выпускал Хрущев и хрущевцы, всякую чепуху. Только они Ленина не читали. То есть это вообще потрясающее дело. История такова, что если вы и дальше будете... Сейчас мне тоже спрашивают, а что изучать вместо науки и логики Гегель? А нельзя ли вместо? Нельзя вместо. А вот капитал нельзя ли не читать? Капитал, а как что-нибудь прочитать, так и быстренько. И все, стать марксистом. Ну, работать надо. Работать надо над этим. Как вы собираетесь? Вот ответственность должна быть у партии, если она партия. Что это люди, которые, по крайней мере, ну, какое-то количество образованных таких людей, ну, несколько десятков хотя бы на страну можно получить или нет? У нас десятки леденецы сейчас. Ну, вот, двигаемся к этому. Насчет десятков, давайте, составьте, пожалуйста, список, составьте, мы проверим. А зачем вам? А вот их не расстреляют. Зачем? Да, вот такая штука. Ну, если люди, мы за социализм. А что значит мы за? Ну, так надо потрудиться. Вы хотите создать сознательноуправляемое хозяйство. Да как вы можете без знаний соответствующих это сделать? Это невозможно. Или, скажем, вот вы, интересно, вы будете надеяться, допустим, на мои знания. Завтра я умер, окочерился. И что дальше? Все, конец социализма. Да что это такое? Это такая партия нужна? Мне такая не нужна партия. Не нужна партия с ориентацией на вот того, что один кто-нибудь будет. Так радуйтесь, что есть люди другие, которые изучают. Радоваться должно быть. Человек нормальный, культурный, зрелый, он радуется, что много людей изучают. А не то, что я вот такой умный, я изучаю, а вы, дескать, кто такой вообще, что вы такое понимаете? Что вы понимаете? Вы понимаете, что если я буду там один, или таких будет два или три, это вот очень плохо. Потому что два или три, это можно ликвидировать, от трех человек ликвидировать, вообще нет проблем. У нас был один специалист на экономическом факультете по критике буржуазных экономических теорий. Сдуру поехал в Соединенные Штаты Америки. Там его в день благодарения скинули с пятого этажа. И сказали, сам выпрыгнул. И все. И приехали, мы его просили, в гробу лежал. И больше нет специалиста по критике буржуазных экономических теорий в области с применением математики. Вот очень просто это решается. Поэтому надо бояться этой самоизолированности. У нас ведь все занимались в большевистской партии. Все занимались. Другое дело, что с диалектикой, конечно, не все. Вот не все. И даже теоретики, как бы про него писал про Бухарина Ленина, что вот он, конечно, теоретик партии, законно считается любимцем партии, но никогда не учился, никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением можно считать вполне марксистскими. Ну и как интересно с таким багажом, что будет с социализмом, если у нас... У вас есть какие-нибудь следы, что Сталин изучал на Углоге? Нет. Он читал «Капитал» Маркса, он читал Энгельса очень хорошо и читал Ленина. То есть он его прекрасно знал. Ленина замечательно знал. Я думаю, что это и давало ему необходимую силу. Но он непосредственно, вот первоисточник этот, не читал. А это тоже неправильно. Ну, советовал Ленин, он же плохих советов не давал. Но никто не хотел следовать этому совету. Ну, никто. Из больших рук. Как он становится первым секретарем? Как это я первый секретарь? Я первое лисо и буду читать это еще. Я буду читать и потом буду говорить, это я не понял. Как это я не понял? Я первое лисо. Как я не понял? Это не может же быть такого. Вот Ленин мог что-то не понять. А вот эти люди, они все уже понимали. Ну, когда все понимали, а потом спрашивают, а как получилась контрреволюция? Так вы вообще не можете понять, где революция, где вперед, где назад. Они не знают, что вперед, что назад в истории. Говорят, назад мы не пойдем. Так вы идете только назад. Потому что вы не знаете, что вперед, что назад. Они не знают, что такое развитие. Как узнать, что прогрессивно, что реакционно. Не знают, как устроено государство. Не знают, что такое советы. Как можно с такими людьми говорить о том, что, дескать, мы скоро сделаем социалистическое. Я говорю, да вы ничего не сделаете. Вы только балаболки, только вы будете, так сказать, лайки ставить и там выступать где-нибудь. И все. Вот такая картина. Нам бы лучше это вот не вляпаться в эту же историю второй раз. Учиться. Чему? Диалектики. Да. А вот некоторые сейчас повторяют. Учиться, учиться, учиться. Говорят, Ленин научил. Не знаю такого. Чтобы Ленин говорил, учитесь неизвестно чему. Вот учитесь, учитесь и учитесь. Нет, Ленин говорил, в речи на третьем съезде Комсомола учиться коммунизму. Да, это было. Нет, это все коммунизм. Учиться, учиться, учиться. А чем я буду учиться? Хип-хуп-хуп. Ну вот это серьезный разговор. Вы такой серьезный поставили. Ну, я так понимаю, что вы поставили этот вопрос в связи с приближающимися столетием Великой революции. Как Ленин научил отмечать его, сосредоточиться на нерешенных задачах. Вот мы уже как партия, рабочая партия России, задачу поставили. Мы должны организовать, пропагандировать, организовывать борьбу за шестичасовой рабочий день. А великая цель рождает великую энергию народа. Тогда и вожди могут появиться. А если вы будете организовать борьбу по типу сизифового труда, значит, это закатил камень наверх. Это когда вы добились индексации. А потом в следующем году он скатывается целый год. Потом на следующий год опять вы его закатываете и скатываете. Но это просто золотое дело. Вся буржуазия рукоплещет. Чем занять всех рабочих, которые считают, что они ведут классную борьбу. Пусть они катают этот камень. Вот не должны этому подводиться. Поэтому мы со своей стороны сделали совершенно правильный шаг. Вот мы этим отмечаем революцию, дегодовщину. А не тем, что мы соберемся и скажем, вот флажки принесем и скажем, вот мы тоже за революцию, какие мы молодцы. Назовите мне такую партию, которая тоже сказала, мы присоединяемся к позиции рабочей партии России, что надо вести сейчас борьбу за переход к шестичасовому рабочему дню. Я таких не знаю. Что-то у нас конкурентов нету, как всегда. Что делать? Как ты чувствуешь себя? Я скажу, что они не против. Они не против. Путин тоже говорит, что они не против. Кто против? Никто не против. Мы ничего делать не будем. Вы давайте, ребята. Ну, спасибо. Раз никто не против, хорошо. Даже те, кто не против, тот с нами. Так и будем считать. Нас с нами большинство, короче говоря. Все хорошо. Мы в ангарде. Все, решение, решение. Уже решили проблему. Нам ничего не остается теперь делать. Только призвать и пойдут. Куда пойдут? Кто пойдет? Никто не пойдет. Сядут у телевизора и будут смотреть. Чем кончится?